Особых мер предосторожности при использовании требуют пиротехнические изделия. Покупать их нужно в специальных магазинах и требовать от продавца лицензию на продажу. Так вы обезопасьте себя от приобретения контрафактных товаров. Инструкция по применению должна быть обязательно на русском языке. Запрещается использовать поврежденные изделия и изделия с истекшим сроком годности. Хранить пиротехнические изделия рядом с нагревательным прибором, либо источник открытого огня. Разбирать пиротехнические изделия, сжигать их на костре. Направлять пиротехнические изделия на людей, на животных. Применять детям без присмотра родителей. Не только пиротехника требует соблюдения мер предосторожности. Украшать дом тоже нужно по всем правилам. Ёлка не должна загораживать проходы и расположить её нужно подальше от нагревательных приборов. На ветке нельзя вешать легковоспламеняющиеся игрушки. Особое внимание стоит обратить на гирлянды. Перед тем, как повесить электрическую гирлянду, необходимо её включить в розетку, проверить её работоспособность. То есть необходимо также визуально её проверить на целостность. Её необходимо проверить, горят ли все лампочки, целостность обмотки жил электропроводки. То есть такие моменты. Только потом уже нужно её устанавливать, развешивать на ёлку и подключать. Сотрудники МЧС напоминают, что перегружать электросеть не нужно. Это может привести к короткому замыканию и пожару. Если гирлянд несколько, то необходимо использовать удлинитель с кнопкой автоматического выключения. В случае, если произошло возгорание ёлки, её необходимо уронить на пол, накрыть плотной тканью и обязательно вызвать пожарную охрану. Соблюдение элементарных правил пожарной безопасности позволит сохранить жизнь и здоровье ваших близких. Елена Грецкова, Евгений Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.